Добрый вечер, это канал ОСТВЕС в студии Марфа Смирнова и в эфире дайджест новостей. И это, возможно, один из самых необычных выпусков новостей в истории. Точнее, новости сегодня очень необычные. Российский журналист Аркадий Бабченко, который, как стало известно накануне, стал жертвой киллера в Киеве, оказался жив. Месяц или два готовилась спецоперация украинских спецслужб, главным героем которой был именно Бабченко. Во вторник днем стали приходить сообщения о том, что Аркадий Бабченко все-таки жив. Пока все гадали, ранен ли он в больнице, или выдвигали каждый свою версию произошедшего, сам Бабченко, совершенно здоровый, в синей толстовке с надписью «Путешествие, Джорни» появился на пресс-брифинге СБУ. Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить, и за то, через что вам все пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное, вливотное чувство, когда приходится хранить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти дворечки. Прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они ровни носом, как бульбы выкахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали, и в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация. По результатам, которые взят, сегодня человек взят, он уже находится под стражей. Ну, я не знаю, я задержан, я не знаю, сейчас деталей говорить не буду, конечно, я сам не в курсе, да? Проступление, значит, завершено и доказано. Самое главное, значит, то, что мою жизнь сохранили, я это еще раз, конечно же, не облагодарю. Но самое главное, предвращены другие более, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги, деньги на что-то медленно. 40 тысяч долларов. Я не пропустую, слушайте. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, и когда я ее делал, да, когда я получал паспорт 25 лет, вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе, стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да, насколько, 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 потому что, ну, добыть эту информацию могли только спецслужбы, да? После Бабченко на брифинге выступил глава СБУ Василий Грецак. Он рассказал, что задержан гражданин Украины, который был завербован российскими спецслужбами. Он был загазчиком убийства Бабчика. Ему предъявлено обвинение. А это кадры его задержания. Они появились у нас буквально перед эфиром. Служба заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Аркадия Бабченко. И поиски исполнителей убийства. Службой было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины. Уже появилась и первая реакция из России. Мария Захарова в Твиттере пишет, то, что Бабченко жив, лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. Перед эфиром я поговорила с журналистом Андреем Солдатовым, который считает, что, участвуя в инсценировке своего убийства, Аркадий Бабченко подорвал доверие к журналистике в целом. Мне кажется, что инсценировать покушение, это может быть вполне легитимной задачей для спецслужб и для правоохранительных органов, но для журналистов это, в общем, не совсем нормально. Частью нашей работы является доверие, потому что мы делаем это. В данном случае, мне кажется, что Аркадий перешел просто черту, потому что после этого будет очень сложно доверять тому, что он говорит. То, что будет известно об этом предполагаемом покушении, но, к сожалению, будет после этого вообще сложно говорить о, например, той ситуации, в которой находятся другие российские журналисты и то, что с ними происходит. Доверие к подобной информации будет снижаться, очевидно. И, учитывая, в каком мире мы живем, сошедшим с ума на фейк-ньюс, ну вот сегодня появился такой хороший подарок для тех, кто поддерживает эту теорию. Я не очень понимаю, как инсценирование убийства, которое раскрывается на следующий день, помогает предотвращению убийства. Предотвращению помогают другие вещи. Выявление заказчика, выявление исполнителя, что, как мы видим, ну, по крайней мере, мы теперь должны верить СБУ, что такие цели были достигнуты, реализованы, удалось всех этих людей выяснить и вычислить. Но это значит, что, по большому счету, они были известны и на день сценировки. То есть, а зачем тогда было все это делать? Я, честно говоря, не очень понимаю. К этой теме сразу после выпуска вернутся мои коллеги Мария Макеева и Ольга Романова в программе «Чтобы это значило». И еще одна сегодняшняя история. Британского бизнесмена Уильяма Браудера, заочно осужденного в России, сегодня сначала задержала полицию Испании, а потом отпустила. Всю хронологию событий можно было отслеживать не в новостях, а в твиттере самого бизнесмена. Вот его задержали, он едет в полицейской машине в участок. А это фотография ордера на арест на английском языке. И, наконец, финал всей этой недолго длившейся истории. Через час Браудер уже фотографируется на улице, на свободе у полицейского участка. Его пришлось отпустить из-за того, что срок действия ордера на его арест уже истек. Полгода назад Интерпол отклонил ордер на арест бизнесмена. А, видимо, в базе он просто остался по ошибке. Уильям Браудер известен тем, что руководил фондом Hermitage Capital Management. Он вместе с аудитором фонда Сергеем Магнинским в 2008 году раскрыл схему вывода бюджетных средств из России. После этого Магнинский был арестован по делу о финансовых макинациях и уклонении от налогов Hermitage Capital. И в 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина». Браудер начал международную кампанию. Он хотел найти виновных в смерти Магнинского. И после этого началось преследование и самого Браудера. Он был дважды заочно осужден в России. На 9 лет в 2013 и еще на 9 лет в 2017 году по делу об уклонении от уплаты налогов. Тогда Браудер и был объявлен международный розыск. А в Испании он приехал на самом деле как свидетель, чтобы дать показания против россиян, которые участвовали в нелегальных финансовых схемах, обнаруженных 10 лет назад Сергеем Магнинским. На этом я с вами прощаюсь. Завтра, надеюсь, хотя бы с чуть менее драматичными новостями, чем сегодня. Вас будет знакомить моя коллега Мария Макеева. Всего доброго!